У них нет художественного образования, многие из них впервые участвуют в таком проекте. Но увиденный результат удивляет. Сложность тематики и уровень проекта «Росатома» этих ребят не смущал. В большинстве своем все самоучки. Люди рисуют в художественных школах, но там совсем другая тематика. Такому люди учатся сами. Напомним, что по инициативе госкорпорации «Росатом» летом в закрытых городах стартовал молодежный проект под названием «Чистая энергия». Проект, в рамках которого молодежь закрытых городов осваивает технику стрит-арта и создает собственные произведения, проходит под руководством московских художников Натальи и Сергея Мирончевых и Натальи Гец. В минувшую пятницу в Снежинске прошел второй этап проекта. Ребятам раздали карточки с темой, которую они должны отразить в одной из букв надписи. А вот что изобразить и каким образом – это дело самих участников проекта. Это очень сложная тема. Мы давали им, обозначали эти темы, а образы они придумывали сами. И то, как они с этим справились, говорит о том, что у них фантазии очень много, и они сделают абсолютно любое творческое задание. С чего начать и как сделать так, чтобы твое творение было лучшим? У Снежинцев есть на то свои секреты. Лучше всего, чтобы переносить работу на стену, нужно знать эту работу своей рукой, нарисовать ее на листе, а потом уже переносить. Старания, умения и навыки, по мнению Снежинцев, являются главным в успешной работе. Они-то и помогли Дмитрию вместе с командой изобразить сразу три буквы. Тем не менее, независимо от объема работы, каждый из участников вкладывал и талант, и душу в свои произведения. Увидеть плод творчества Снежинцев может каждый. Надпись «Страна Росатом» находится между Сбербанком и Управлением противопожарной службы. На первый взгляд кажется, что текст плохо читаем, но если отдалиться на расстоянии, станет понятно. А вот что касается отдельных композиций, то тут лучше наоборот приблизиться, чтобы рассмотреть все детали и понять глубокий смысл изображенного. Слово «Страна» посвящено отображению деятельности того города, в котором проходит акция. То есть слово «Страна» все иллюстрирует Снежинск. А слово «Росатом» здесь каждая буква иллюстрирует какое-то направление деятельности отраслевой городов, остальных городов, участников проекта. Но если вот сначала мы начнем, то это нас, конечно, покорило. Мы не могли эту тему обойти стороной. Это вот эта сортировочная машина, которая на разнице инерции очень быстро сортирует куриные яйца, на крупные и мелкие. И это было разработано в вашем городе. Мы эту тему дали детям, они ее вот так творчески воплотили. Нас консультировал Николай Павлович. Николай Павлович Волошин, да. Мы у него консультировались, поэтому все записывали, и поэтому эти темы ребятам предлагали. Но другое дело, как они их трансформировались. И второе. Вот Снежинск – это хранение отработанного ядерного топлива в специальных цилиндрах, которые изготовлены особым способом, с помощью спиралей. И вот в этих спиралях они очень долго хранятся. Но вот их спираль-то так вдохновила. То есть это такие трубы, которые специальным образом скручены для того, чтобы они были очень прочными. Да. Буква «Р» – это математические расчеты, которыми как раз и занимается институт, городообразующее предприятие. И здесь ребята сделали портрет Академии Гречишникова, который весь наполнен цифрами и также генерирует цифры. Как символ математических расчетов. Вот они это так представили. Это как раз ребята-граффетисты. Нам как художникам показалось, что он немного худой. Мы сказали сделать ему шире плечи, но они строго настояли, что он такой был. Это консультуальное ощущение. Они все внимательно посмотрели и нельзя никак менять. И они, как раз, акцент делают упор, главное, на голову, на мозги. Поэтому вот все остальное они так сделали, таким, минималистично. А дальше, да, вот вы говорили, что это лечение с помощью нейронов опухолей в труднодоступных участках. Вот они сделали, взяли они стиль поп-арт, судя по работе. И у них, по-моему, очень хорошо это все получилось. И есть значки, обозначающие нейроны. И видно, где, скажем, уже пролеченная сторона образа человека. И еще, который предстоит только вылечить. Вот на таком контрасте плюсов-минусов и здорового и больного они сделали эту работу. И как раз две последние буквы – это творчество ребят из колледжа политехнического. У них было две темы. Первая – это производство в вашем городе сверхярких диодных ламп. И второе – это как раз совместная работа над большим адронным коллайдером. Мы показали им фотографию. Это то, что называется ЦЕРН. Они видели фотографию с места сборки. Их очень привлекли такие большие конструкции в виде больших восьмиугольников. Они ярко раскрашены. Их, видимо, эта раскраска привлекла. Они сделали такую геометрическую композицию на этой основе. И предполагалось, что внизу как раз это молекулы, которые должны разгоняться в коллайдере. Так что политехнический колледж очень хорошо себя проявил в этом проекте. Следующий у нас город. Еще надпись не написали. Город Зеленогорск. Зеленые горы. Можно сразу понять. Они низкообогащенный уран производят для атомных электростанций. Но тут видно. Причем это совместный русско-французский проект. Они работают вместе с Францией. И здесь это все показано. Еще они не закончили. Эфелевы башни должны доделать. Уран, из которого получается электрический разряд. И внизу уже атомные электростанции. То есть вот так образно они это решили. Дальше у нас был Северск, который также урановым топливом занимается, в том числе для объектов морского флота и для ледоколов. Они раскопали в интернете реальный ледокол «10 лет победы». И вот они написали на трафарете или сверху. И портрет – это портрет капитана, действительно, этого ледокола. Вот это все было за ночь сделано. Просто вчера они получили это задание. Они решили, что они так и будут делать. И все это сами сделали. Ну и вот, собственно, на уранном топливе он раскалывает леды. Потом у нас идет Озерск. В Озерске занимаются с помощью… Ну, это вот в Снежинске перфораторы. А там специальные, да, там изотопы, источники излучения изотопов, которые применяются при разведке газа и нефти. И вот они нарисовали эти слои земли. Источники, как они их понимают, которые пробуравливают все эти слои. И трех шахтеров, и героев разведки геологической внизу, по трафарету. Ну, Саров, можно, наверное, ничего не комментировать, потому что это вот как раз тоже центр расчета и каких-то… Формул присутствует. Да, человечек такой у них позитивный, близкий, видимо, им по духу. Но Е равно МС квадрат – это как такая самая вечная и устоявшаяся формула каких-то математических вычислений. Потом у нас город Заречный, который производит в том числе всевозможные измерительные приборы. Ну, это видно, там, манометры, тахометры, и все, композиция, собственно, из них и состоит. Далее идет буква О, и символ, символизирует она деятельность города Удомли. Это единственный открытый город, который принимает частью в нашем проекте. Там есть Калининская атомная электростанция, которая снабжает электроэнергией все отрасли промышленности. И вот сейчас последнюю букву, ребята, заканчивают, букву М – это город Новоуральск, в котором также одно из направлений деятельности химического комбината является производство фильтров для очистки от вредных газов. И вот они рисуют, там, видимо, ТЭЦ, который излучает эти самые, источает эти вредные газы. Радуга как фильтр, и на дне чистое небо, которое уже очищено от всех примесей. Последняя стена, она образовалась стихийно, это логотип нашей программы. Там три сюжета есть, рука в очках, ты педагог, детская рука с рисунком, и внизу рука с кисочкой, это художественная. И рядом там ребята будут расписываться, и там адрес ВКонтакте, чтобы те ребята, которые сейчас не смогли принять участие, чтобы они хотя бы онлайн могли присоединиться. Основной целью данного проекта гости видят объединение молодежи ЗАТО и городов атомной отрасли. Участники общаются в интернет-сетях, а зрители непосредственно на месте проведения акций. К нашим художникам, например, присоединились художник Андрей Жирнов, мотоциклисты-дизайнеры и даже работодатели. С самого начала мы этот проект делали для детей, но потом выяснилось, что он даже в большей степени для взрослых, потому что тема у них очень сложная. И для взрослых художников это очень сложная тема, изобразить образами такие сложные химические и физические процессы. Так или иначе им приходится общаться со своими родителями, которые, наверное, в силу рода своей деятельности не так часто сталкиваются с искусством. И здесь получается такая связь, родители тоже включаются. И, конечно, взрослые, я имею в виду администрация и те люди, которые разрешают легально рисовать на стенах, они тоже знакомятся с этим искусством и перестают его бояться. В следствии чего перестают дети рисовать там в подъездах, на стенах, где-то втихаря. Потому что вот в этом городе вчера к нам приезжал владелец большого забора, скажем так, у которого была реальная проблема. Он не знал, как найти вот всех этих ребят, чтобы они ему его украсили. Он собирался давать объявления в газете, ну, в общем, какими-то совершенно немысливыми способами. А так уже будет понятно, что в этом городе есть команды, которые могут исполнить красивые, даже на заданную тему, красивые работы. В завершение проекта гости наградили участников и вручили тематические подарки. Это, конечно, что-то такое, чего я вообще, честно говоря, не видел. И что еще для меня уже, как для сотрудников Российского федерального ядерного центра, интересно то, что та мирная продукция, которая имеет место быть в наших конверсионных работах, вот она здесь таким неожиданным образом отражена. Это, конечно, здорово. Вижу знакомые этой яйцей сортировальной машины. Вот это мне очень понравилось. Это наша нейтронная терапия, когда человек, да, действительно был болен, вот он стал здоровым. Ребят, молодцы. Спасибо. Спасибо ребятам, спасибо тем, кто помогал, спасибо вам, уважаемые наши москвичи. Ну и что еще хочу сказать. Вот я уже Борису Михайловичу здесь как бы так шуткой сказал. Что вот интересно, здесь на этом перекрестке сейчас количество дорожно-транспортных происшествий сократится или, наоборот, увеличится. То есть водители будут засматриваться. Наверное, все-таки они будут снижать здесь скорость, смотреть на это. И да, надо просто гордиться вот таким искусством, такими ребятами, то, что вы показали молодцы. Я в восторге. Я добавлю. Ребята, когда в конце прошлого учебного года мы первым этапом стартовали наш проект «Чистая энергия», честно говоря, я и не подозревал, что у нас с вами в школах учатся такие талантливые дети, которые могут свой изобразительный взгляд на вещи изобразить вот таким образом. Я рад, что у вас это получилось. Я хочу поблагодарить организаторов проекта, Сергея Вас и двух ваших очаровательных Наташ, вручить от всех снежинцев и от вас, уважаемые дети, символ нашего города. И я надеюсь, что вот то, что сегодня получилось у вас, в результате голосования по всей России в наших городах, станет лауреатом. Ну и в будущем вам удачи и всего наилучшего. Спасибо. Российский федеральный ядерный центр тоже свои подарки уже в лице Николая Павловича Волошина нашим Наташам и Сергею тоже уже вручили. Вообще ваш город очень удивительный, потому что совершенно случайно встречаются какие-то удивительные люди, которые потом оказываются близкими по духу и тоже творческими людьми. Это очень приятно. И мы надеемся, конечно, что ваш город победит и станет центром уральской культуры и мировой культуры, потому что, как мы уже говорили, о том, что мы отрасли, не только в нашей стране есть, и в европейских странах тоже. И у нас получится одна такая огромная команда, которая искусством своего, музыкой, строит весь мир. Большое вам спасибо. Мы вас очень любим. Надеемся, что мы с вами еще увидимся. Все встретимся в интернете, поскольку у всех есть контакты. Москвичи выбрали лучших, но тем не менее утверждают, что финальной точки этот проект не имеет. Финальной точки проекта как таковой, ее нету, потому что ребята все творческие, и мы уедем завтра в другой город, в Новоуральск, а вот эта жизнь художественная, она останется здесь. А что касается конкретно этого проекта, мы отснимем эту стену, выложим ВКонтакте в их группе, в которой уже огромное количество ребят из разных городов. Они будут голосовать, каждый будет голосовать за чужой город, чтобы было все по-честному. И в голосовании смогут принять участие не только ребята, которые были здесь, но и просто жители города и школьники, потому что мы подготовим различные баннеры и рекламу для того, чтобы они могли это сделать. И где-то в ноябре, в конце ноября, мы сейчас думаем, что это может быть. И город победителя должен будет как-то быть отмечен. Поскольку мы живем в таком быстро меняющемся мире, конкретики мы сейчас сказать не можем, потому что только около трех городов сейчас уже практически все сделали. Сейчас будет такой проезд по городам до конца октября. Остается слово «страна Росатом». А как это будет выглядеть? Например, в Озерске это выглядит уже совершенно по-другому, уже понятно. Какой это будет шрифт? Какие там будут композиции? Темы стараемся давать, ну где-то они пересекаются, но вторая отрасль эта все-таки одна. Но то, как они их решают, это совершенно непредсказуемое. Это все очень разное. И то, что у них, те картинки, которые у них получаются, они, конечно, отличаются. Поэтому то, что повтора не будет, это точно. Что последует за многоточием проекта «Чистая энергия» станет ясно только в ноябре. Давай вставай, Челябин ждет твоих решений. Наше поколение выбирает, что ему важнее. В октябре 10-го числа ты можешь выбирать, задумайся об этом. Очень важно проголосовать. Выборы депутатов законодательного собрания Челябинской области. Йоу, не пропусти. И это не просто пусты.